Луганская улица Говоря об этом человеке, ветераны МВД употребляют такие эпитеты. Это глыба, величина каких мало. Это легенда советского сыска. Полковник Польской возглавлял управление уголовного розыска Луганской области. Но его бывшие сотрудники утверждают, что уровень профессионализма этого человека – это уровень министра. Не сказать о том, что это легенда уголовного розыска и даже легенда органов внутренних дел, это значит ничего не сказать о нем. Прекрасный душечеловек, профессионал, любящий беспредельно свою семью. Да, действительно профессионал своего дела. Пользовался заслуженным, непререкаемым, в лучшем понятии этого слова, авторитетом среди всех сотрудников уголовного розыска и УВД области. Николая Николаевича Польского знали и до сих пор помнят ветераны уголовного сыска не только нашей области, но и, можно сказать, и европейской части бывшего Советского Союза. Николай Польской начал службу в органах внутренних дел с 1955 года, после окончания Киевского университета. Полтора года он работал следователем, а затем перешел на службу в уголовный розыск. Буквально через 2-3 года, 4 года уже Польского знали все работники области. Его знали в МВД Украины, его знали в областях. И школа Польского уже проявляла себя вплоть до того, что сюда приезжали на практику оперативные работники. Ему пришлось, как и каждому приходится, потратить немало силы и энергии, чтобы утвердить себя в профессиональной среде, утвердить свою независимость, свою индивидуальность, свой милицейский почерк. И вот с учетом этого, он трудился очень много. Трудился, можно так сказать, от души. Естественно, это потом и обозначилось его профессиональным качеством. Николай Польской был не только сыщиком, как говорится, от Бога. Не только талантливым организатором, но и прекрасным наставником, учителем. Составленными им пособиями до сих пор пользуются при обучении будущих сотрудников органов внутренних дел. А его бывшие коллеги вспоминают, что всегда могли рассчитывать на помощь и поддержку Николая Николаевича. И его советы, указания, мысли были обдуманными, точными, выверенными. Говоря об авторитете Николая Николаевича, хотелось бы привести хотя бы такой простой пример. Идет совещание, выступают докладчики, по-написанному прочитали, следующих меняет. Фактически никто не слушает, газеты читают, умудряются в шахматы даже играть. Вдруг из президиума раздается. Слово предоставляется польскому Николаю Николаевичу, начальнику управления уголовного розыска Луганской области. В зале сразу же гробовая тишина. Выходит Николаю Николаевичу на трибуну. Он не писал больших докладов, он делал только заметки, о чем бы он хотел сказать, что бы он хотел доложить, какие бы рекомендации выдать. Зал очень внимательно слушает. Николай Николаевич заканчивает выступление, в зале раздаются аплодисменты. Это говорит о многом. Он не только освоил, можно сказать, разыскное дело или разыскное искусство, но и, понимаете, он обладал каким-то особым комбинационным умом, ну и впоследствии, если говорить для руководителя, тактически объединительным характером. А так он по себе был, можно сказать, и начитанный, и даровитый. В общем, умный специалист, умный мужик. Кстати, авторитетом начальник уголовного розыска пользовался не только среди своих коллег, но и в уголовной среде. Его уважали даже преступники. Николай Польской умел находить с ними общий язык, вызывать доверие. И своих подчиненных учил, что психологический контакт с задержанными это очень важная часть успеха при раскрытии преступления. Несмотря на высокую должность, начальник уголовного розыска Николай Польской не был кабинетным работником. Большинство времени он проводил в районах, городах, на местах, где он занимался и конкретным раскрытием, и конкретной помощью, и конкретным вмешательством, и его вмешательство было зачастую решающим. Начиная с 1983 года, мы с Николаем Польской практически вдвоем, вернее, в составе группы, выезжали на организацию раскрытия особо опасных тяжких преступлений. Здесь именно все убеждались в его опыте, в его богатом практическом опыте, в его навыках. За ним раскрытие сотен и сотен тяжких преступлений. Таких, как, к примеру, убийство двух сторожей, которые охраняли кассу колхоза «Победа» Новоайдарского района. За ним раскрытие банды, которая действовала в Лисичанском районе, в городе Лисичанске. Можно еще приводить много-много примеров по раскрытию наиболее тяжких преступлений, которые были раскрыты именно с помощью Николая Николаевича. Любой сыщик мог обратиться к Николаю Николаевичу за любой помощью. Николай Николаевич всегда выдавал рекомендации, советы. Для Николая Польского работа в уголовном розыске была делом всей жизни. Он не оставлял ее, даже будучи тяжелобольным. Он в очень болезненном состоянии собрал людей, весь аппарат, весь личный состав уголовного розыска, начальников милиции, заместителей, оперативных работников. И буквально за несколько дней до смерти в нашем зале он проводил совещание. Вид у него был, конечно, явно нездоровый. И он об этом так и сказал, что я больной, но я не ухожу никуда. Я вас прошу организовать работу и сделать возможные и невозможные для того, чтобы сделать свою работу хорошо, эффективно. Где-то примерно полдня он работал здесь, с людьми, в том числе по конкретным преступлениям тяжким. И затем я уже после этого, через несколько дней, узнал о том, что... Объявили о том, что Николай Николаевич... Николай Польской умер 13 ноября 1985 года. Его смерть была большим ударом для всего уголовного розыска. Проводить Николая Николаевича в последний путь пришло много людей. Приехали сотрудники милиции не только со всех городов и районов Луганской области, но даже из других союзных республик. В честь Николая Польского названа одна из центральных улиц Луганска. Приемом и методом, которые он использовал в работе, теперь обучают курсантов Луганской академии внутренних дел. В этом же учебном заведении на факультете криминальной милиции вот уже несколько лет отличники учебы получают персональную стипендию имени Польского. В прошлом году для сотрудников уголовного розыска был учрежден знак отличия за доблесть и отвагу. Эта награда одному из первых была присвоена Николаю Польскому. Посмертно. Каждый год, 5 октября, в день уголовного розыска, коллеги Николая Польского собираются у его могилы. Они вспоминают его добрым словом и говорят о том, что им очень повезло трудиться вместе и просто знать этого замечательного, незаурядного человека. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ